Добрый день, уважаемые друзья, рыбаки, охотники, просто любители активного отдыха на воде. С вами Ботхаус ТВ, мастерская Баркас 54, я Тимур. Лодка Гиргиз 390, ну, небольшие доработки. Лодка из Брянска зашла к нам. Это не базовая комплектация, потому что здесь обтяжка идет. То, что завод делает, делает подсветку. Вот ее видно, подсветка кокпита. Обтягивает карманы, обтягивает моредеком кормовой рундук, паёла и носовую фиш-палубу. На заводе установили моторгайд, на заводе установили навигационные огни, розетку под моторгайд. Единственный момент, значит, моторгайд не видел лорика, то есть, ну, это сконнектили, сделали все хорошо. Все видит, нужно было просто перезагрузить. То есть, прошивка прибора нужно было посмотреть там, сделать. Что еще? Рундуки, то есть, фиш-платформа, рундуки носовые стандартные. Вот, значит, консоль, консоль капитан попросил сдвинуть с кормы, то есть, мы середины где-то ее двигали, потому что он сидел, вот здесь вот находилась сидушка кресла шкипера. Вот, а консоль была где-то плюс-минус на уровне кресла. Вот, капитан попросил сдвинуть, мы сдвинули консоль вплотную, практически до сливов паёльных. Консоль сдвинули к носовому рундуку. Вот, установили кресло на амортизационной стойке. Значит, навесили новый мотор. Капитан приобрел 25-ку мерка 4-х тактного. Вот, навесили электротранец. Здесь, обратите внимание, то есть, за счет того, что вынос от электротранса, от СИА-ПРО, здесь монтаж был на кринолине сделан на заводе, но за счет этого, за счет того, что от кормы на расстоянии электротранса находится мотор, рулевая тяга упиралась в кринолин. То есть, соответственно, сделали вырез, обрамили его, и снизу сделали усиление. То есть, усилитель, чтобы у нас кринолин не ослаб. То есть, усилили кринолин. Навесили мотор, установили рулевое дистанционное управление. То есть, вот, чтобы понимание было, Вань, покажи там, что вынос. То есть, чтобы по всей амплитуде движения электроподъема рулевая тяга не упиралась в кринолин. Вот таким вот образом было сделано. То есть, установили дистанционное управление, кнопку электроподъема вывели на кнопку машинки контроллера. Взяли родную кнопку, врезали. Все, установили дистанционное управление. Вот, затем была замена тахометра прибора. То есть, установили меркуриевский тахометр. Ну, по большому счету. То есть, стрелка вздрагивает. Все нормально. Ну, что еще? А, еще установили спиннингодержатели. Капитан просил. Как вы знаете, эти спиннингодержатели, они тройные. Ну, вот, пришлось одну полку подрезать, сделать кронштейны, чтобы капитан мог вдоль борта укладывать спиннинги. Ну, вот, затем поставили пружинки. Поставили пружинки на кормовой рундук. Установили аккумулятор. Там встал лиферный аккумулятор. И береговая зарядка. Ну, здесь у нас, в принципе, все без изменений. Фары. Фары, по-моему, тоже капитан. Да. Фары устанавливали на заводе. Установили сепаратор. Прокачали систему. Вот, в принципе, наверное, вот так вот. По мелочи-то и все. Вот. Как бы то ни было. То есть, и опять же, к чему? К тому, что есть возможность заказать на заводе нестандартную комплектацию. То есть, не базовую. Когда завод обклеивает все. То есть, завод Гергис обклеивает все. Моридеком. Синтеком, если нужно. Корпетом. То есть, все это, ребята, делают. Приезжайте к нам. Мы это все доделаем. Все, как вам удобно. Если нужно сдвинуть консоль, сдвинем консоль. Просто перед тем, как сдвигать консоль, устанавливать сидушку. То есть, скрываются паёла. И делаются усиления. То есть, усиления мы переваривали. Переносили по силовому набору. Чтобы усиление было. То есть, за консоль можно спокойно браться. Ну и, соответственно, сидушка только на амортизационной стойке двигается. А все остальное надежно, четко. То есть, просто так не вырвите. Потому что сделано усиление. Это важно. Ну и, наверное, все. Будем ждать капитана. Капитан подъедет. Мы ему вручим наш фирменный брелок. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Всегда вам рады. Команда Баркас 54. Я Тимов.